Коронация и переезд в Израиль. Что касается коронации Михаила Хананашвили, то когда именно и при каких обстоятельствах произошло это событие, доподлинно неизвестно. Однако ходит информация о том, что криминальным крестным отцом авторитета Сталэ Кублашвили по кличке Гежуа, весьма известный и почитаемый в Грузии вор. И еще вполне возможно, что посвящение Хананашвили в законные воры состоялось после его задержания 8 августа 1990 года в родном Кутаиси. По решению суда вор тогда был признан виновным по статье 238 части 1 «Незаконное хранение оружия» и статье 243 части 2 «Угон автомототранспортного средства УК КСРС». Санкции упомянутых статей предусматривали несколько лет пребывания под стражей. Тем не менее, в тюремных застенках Ника пробыл недолго, так как смог досрочно освободиться по амнистии. А в конце 90-х, уже находясь в статусе коронованного вора, Михаил перебрался в Израиль. С этого момента в криминальном мире его стали называть еще и Ника Еврей или Ника Израильский. Но еще до своего переезда криминальный авторитет успел завести выгодные знакомства с влиятельными представителями преступной среды Грузии и России. Так, являясь частью кутаиского криминального клана, Хананашвили достаточно тесно дружил с Бадри Кагуашвили Бадри Кутаиский. Также своего знакомства с ним не скрывали некоторые выходцы из СССР, тоже успевшие перебраться на землю обетованную и заняться там собственным, причем легальным, бизнесом. Но несмотря на возможность жить тихой, спокойной жизнью, не связанной с грабежами и разбоем, Ника Еврей все же продолжил активно участвовать в воровских разборках. Из-за этого его стали называть вором номер один в Израиле. При этом знающие Михаила лично отзывались о нем как об осторожном, рассудительном человеке, не склонном вносить раздор и распри в ряды своих единомышленников.